Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы с вами продолжаем исследование Священного Писания Евангелия Атеана на библейском портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим четвертую главу Евангелия Атеана, в которой записаны следующие события. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставив Иудею и пошел опять в Галилею. Длежало ему проходить через Самарию. И так приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел, как сказано, у колодец, было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить. Здесь интересное дальше пойдет повествование о том, как Иисус Христос встречается с Самарянкой у колодца. Очень многим людям известная, тем не менее, мы ее прочитаем. Но чтобы уже перейти полностью к этому событию, нужно заметить то, на чем мы остановились с вами на прошлом занятии, где было сказано о том, что Иисус Сам не крестил, а крестили ученики Его. Но в третьей главе говорится, что якобы и Христос Сам крестил. Мы помним, что ученики Иоанновы, еще не понимая и не видя в Иисусе Христе Мессию, на которую им указывал Иоанн Креститель, спорили и из-за зависти, как пишет святитель Иоанн Златоуст, они говорили, что якобы Иисус Сам и крестил. Я специально делаю это уточнение, чтобы мы с вами об этом не забыли. Дело в том, что многие люди усматривают, подходя критически к рассмотрению текста Священного Писания, и усматривают здесь некое противоречие. Противоречия нет, нужно просто смотреть контекст, и видно из него, что Иоанн Креститель говорит, и что евангелист Иоанн говорит именно о том, что Иисус не крестил, а ученики Его. Это повествование лишь было из-за зависти учеников Иоанна Крестителя. И вот мы подходим к интереснейшему месту Священного Писания, к этому событию, встречу Иисуса Христа с Самарянкой. «Который просит у нее пить, ибо ученики Его, как сказано, отлучились во всем стихе, в город купить пищи. Женщина Самарянская говорит ему, как ты будучи иудеей просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщались. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, то сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, господин, тебе и почерпнуть-то нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иаква, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ему в ответ, всякий пьющий воду сию вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему, господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей, пойди, позови мужа твоего и прийди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правда, ты сказал, что нет у тебя мужа. Ибо тот, который у тебя, ибо было у тебя пять мужей, и тот, который ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему, господи, вижу, что ты пророк. Далее она говорит, продолжается этот длинный, достаточный диалог, но очень важный для рассмотрения и для прочтения. Она говорит, что отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус ей говорит, поверь мне, что наступит время, когда и на горе сей, и в Иерусалиме будут поклоняться отцу. И далее, говорится, будут поклоняться в духе и истине. Далее все рассказывается в этом событии так, что женщина видит в нем Мессию и говорит, не ты ли тот, и бежит в свой город. И говорит в 29 стихе, не он ли Христос, то есть пойдите посмотрите тот, о котором сказано в Священном Писании. Они, как сказано, ее иноплеменники, люди, которые жили в том городе, пришли, посмотрели и уже дали, как мы увидим, скажут уже не по твоим величам веры, но видим, что это истинный Мессия. Мы видим удивительную картину, которая здесь разворачивается перед нами. Когда Иисус приходит в самарейский город, к самарянам, и известно, что иудеи с самарянами не сообщались, кто такие были самаряне. Самаряне это была секта в иудаизме. Они назывались самарянами, потому что жили возле горе, которая называлась Самарон. Это отсюда происходит самаряне. Их часто захватывали в плен, они часто впадали в идолопоклонство, и иудеи их считали людьми нечистыми. И поэтому даже иногда хуже язычников, потому что там произошло и кровосмешение. И в этом смысле здесь сказано, что ученики, когда в дальнейшем они увидят в 4 главе, что Христос общается с женщиной, да еще и с самарянкой, они вообще придут в удивление. Потому как знали, что общаться им с самарянами запрещено. Итак, мы видим, что Христос ей говорит о воде живой. Он говорит женщине, дай мне пить. И она отвечает, как ты будучи иудеей. Видимо, по внешнему виду и по одежде было видно, что Христос принадлежит именно к иудеям. И она здесь смущается, что он просит у нее пить. И как бы с некой таким язвительностью некой говорит, ты иудей, и вдруг ты просишь у меня пить. Когда Христос ей отвечает, если бы ты знала, кто просит у тебя пить, то сама просила бы у него. Она говорит, вижу, что ты непростой человек, а пророк, говоришь о каких-то вещах, которых мне неведомо. Она не из любопытства, а из своего такого долготерпения начинает лучше и больше расспрашивать Христа. Тот ли он, пытая его, может быть, это действительно тот мессия. И у них тут начинается такой спор. Неужели ты больше, говорит она, отца нашего Иакова в 12 стихе? Дело в том, что колодец, возле которого они встретились, это был тот самый колодец, который выкопал Иаков. И видим, что дальше идет спор о том, на каком месте поклоняться. Дело в том, что действительно тогда был только один Иерусалимский храм. Иудеи поклонялись только в Иерусалиме, а самаряне поклонялись на горе Герозим. И она спрашивает, где же поклоняться, на горе Герозим или в Иерусалиме? Но тогда и Христос отвечает, что настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Очень интересный стих, что значит поклоняться Богу в духе и истине. Сказано в Священном Писании, что Дух Святой сошел в день Пятидесятницы на апостолов, когда был и день рождения Церкви. Поэтому поклоняться в Духе, это быть значит крещенным в Церкви Христовой, которую Он создал здесь на земле. А что значит в истине? Об этом говорит сам апостол Павел, что Бог ищет поклонников себе в духе и истине, и потом продолжает, что Церковь есть столб и утверждение истины. Поэтому поклоняться в духе и истине, это значит принять Христа как Спасителя и быть в Его Церкви, которую Он здесь устроил на земле, о которой мы достаточно подробно говорили и в прошлых беседах. Итак, далее продолжается этот диалог. В то время пришли ученики, 27 стих, и удивились, что Он разговаривает с женщиной, однако ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Ученики достаточно трепетно относились к Иисусу Христу, они не упрекают, но удивляются уже по известной причине, потому как иудеи с самарянами не сообщались. Тогда женщина оставила водонос, сказано свой, и пошла в город и говорит людям, пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? То есть мы видим, что она здесь еще не говорит, пойдите, посмотрите, я нашла Мессию, но в ней еще пребывает какое-то сомнение, хотя это сомнение, оно уже перерастает в веру, потому как сомнения бывают разные. В Священном Писании мы встречаем несколько образов сомнений. Например, есть образ сомнения Иуды, который сомневался во Христе, но он искал своего, то есть он искал свои мзды. Для него деньги были важнее, нежели сам Христос. Но есть и другое сомнение, например, сомнение апостола Фомы. Апостол Фома сомневался и хотел лишь удостовериться, действительно ли Христос Мессия. Это другое сомнение, положительное сомнение, сомнение удостоверения, сомнение познания, насколько возможно познать Бога. Это сомнение привело апостола Фому к тому, что он воскликнул, как об этом будет сказано уже в последней 20 главе Евангелия Атеана, «Господь мой и Бог мой, Кириус от Иос». То есть он признал его, как и Господином, и Богом неба и земли. Поэтому в этой женщине, самарянке, есть, в общем-то, уже тот, если так можно выразиться, потенциал веры во Христа, сомнение то, которое перерастет в истинную веру в Бога и Спасителя. Мы видим, что Христос не чурается общением с этой самарянкой, но сегодня есть такие люди, которые говорят о том, что нам не надо общаться с сектантами, надо только с ними общаться как дистанционно, на расстоянии. Я думаю, что эти люди, они как-то еще не пережили до конца свое ветхозаветное представление о благодати Господа Иисуса Христа, поэтому рассуждают именно в таком ключе. Мы видим, что сам Христос не чурается этого общения. Мы знаем несколько историй в Священном Писании. Например, притча о милосердном самарянине известна. Это тоже можно сказать, если перевести на современный язык, можно перевести притчу о каком-нибудь милосердном баптисте или адвентисте, потому как в этой притче показывается, что человек другой веры, и как и здесь самарянку уверовавший, там и так, то же самое. Там самарянин, который уверовал во Христа, который оказал помощь, очевидно это было по такой вот вере его, что дело милосердия, что Бог в милосердии, необходим это сделать, он оказался ближе к Богу, потому как там ученики задавали вопрос, кто ближе, не мой. Когда говорили о милосердном самарянине, Христос отвечает им этой притчей. Фарисей спрашивал там, а ученики слушали. И поэтому, когда там сказали, кто же ближе, не мой, то ответ был тот, конечно, который оказал помощь. Христос оставляет нам все эти истории о милосердном самарянине, о самарянке. Да, еще есть одна интереснейшая история, когда 10 прокаженных, если вы помните, исцелились, и один только вернулся поблагодарить, и сказано, и тот был самарянин. Опять подчеркивается, самарянин, то есть человек другой веры, как бы сегодня сказали, неправославный, и вдруг зачем-то подчеркивается его какая-то нравственность. Господь своим промыслом оставляет нам все эти сюжеты для того, чтобы мы не замкнулись в своей самоидентичности или в своем таком ортодоксальном каком-то православии, что нам не надо никак общаться с этим миром, нам здесь хорошо, построим себе кущу, у нас в храмах все в порядке, не будем заниматься ни миссионерским служением, никаким. Нам и так хорошо с Богом. Вот такое состояние, а все остальные люди нечистые, как рассуждали тогда фарисеи, чистые только мы. Такое состояние привело народ израильский к тому, что, как сказано, пришел к своим, и свои его не приняли. Это нам такое предостережение для того, чтобы мы не стеснялись общения с людьми другой веры, а старались им помочь, если они заблудились. Но, как сказано опять же в Священном Писании, что ертика после первого-второго вразумления отвращайся. И далее мы видим, что эта женщина, она была обращена самим Господом Иисусом Христом, она бежит в свой город, можно сказать, она первая обращенная миссионерка из сектантов, и говорит, пойдите, посмотрите, не тот ли Христос. Они вышли из города, как сказано в 30 стихе, и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря, «Рови, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которую вы не знаете». И посему ученики говорили между собой, «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дело его». Почему Иисус Христос отвечает такими словами? Почему он не захотел взять еды от учеников, которые ему принесли? Дело в том, что он хочет им показать, что он ищет спасение людям точно так же. И это был благоприятный момент в таком, скажем, миссионерском убеждении или просвещении учеников, для чего он пришел в этот мир. То есть ситуация такова, они только что искали хлеб. И он говорит, «Вот как вы искали сейчас еду для пропитания?» Это, в общем-то, то, чем занимаются и современные общества. Точно так же вам необходимо искать человеков. Поэтому он говорит, «Вы не знаете пищу». То есть человеку лучше понятно, чем мы занимаемся на протяжении всей жизни. То есть ищем пропитание, какого-то комфорта, во что одеться, во что нам пить и что нам есть. О чем Христос впоследствии скажет, «Не ищите того, что вам есть и пить, а ищите прежде Царствие Божие, и все остальное приложится вам». Но здесь, снова повторю, очень хороший момент, потому что ученики только возвращаются, найдя пищу, и им Христос говорит эти слова, что моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. И далее мы читаем 35 стих. «Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва?» Видим. Очевидно то, о чем было сказано выше. «А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущие получают награду и собирают плод в жизнь вечную. Так что ищитеющие, и жнущие вместе радоваться будут». Видим, здесь Господь говорит о побелевших нивах. Обычно этот текст всегда приводится в проповеди, когда мы хотим побудить людей к делу миссионерского служения. Видим, что сказано «жатвы много, а делателей мало». Действительно, сегодня мало делателей, очень много деятелей, очень много людей, которые только рассуждают, только фантазируют, строят какие-то прожекты, планы, проекты, концепции служения. Но самого служения, как хотелось бы, к сожалению, нет. Поэтому нужно молиться и побуждать себя к тому, что Христос говорил, что главное дело его – это искать той пищи, которую не знают ученики, то есть дело спасения людей. А если мы называем себя христианами, то все, что делал Христос, должны бы последовать Ему. Как об этом апостол Павел впоследствии скажет, «подражайте мне, как я Христу». И далее мы с вами читаем. Господь говорит, что «ибо в этом случае справедливо, изреченно один сеет, а другой жнет». Здесь еще и говорится о ветхозаветных пророках, что ветхозаветные пророки посеяли, в общем-то, семена веры. Они все сделали для того, чтобы иудеи приняли Христа, чтобы они пожали те плоды, чтобы они сами являлись некими, в некой степени, плодами, к которым пришел Христос. Но они его снова и снова, как мы видим, не принимают и отвергают. И вот что интересно, Христос, когда приводит некоторые слова и ссылается на Ветхий Завет, то действительно все было в Ветхом Завете приготовлено для этого. Даже в Медраше, это один из таких сводов Талмуда, сказано о том, что давно уже и отпал скипетр от Иуды, известное пророчество 49 главы книги Бытие, а Мессия еще не пришел. То есть они, так скажем, проморгали Мессию, который пришел именно к ним, как спаситель и народа иудейского. И далее мы читаем с вами, и многие самаряне из города того уверовали в него, по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что они сделали. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там два дня. Мы видим, что Христос остается там и с теми людьми, которые просят его побыть вместе с ним. Мы призываем Господа в молитвах, в своей жизни, когда там садимся есть, мы читаем молитву «Отче наш», как бы приглашаем Господа к трапезе вместе с нами. Когда встаем из-за трапезы, благодарим Тебя, Христе Божий, нас читаем молитву «Утренние правила», молитву «Многомилости, Весемилости Божий мой Господь, Иисус Христе, мной гряди любишь, и воплотился Иисус». То есть там, где человек призывает Христа в свою жизнь, Христос остается с ним. Там, где люди отвергают, то из этого текста явно он бы там не остался. Видите, как здесь сказано, что самаряне просили его побыть у них, и он пробыл там два дня. И мы читаем далее 41 стих. «Еще большее число уверовали по его слову, а женщины то и говорили, уже не по твоим речам веруй, ибо сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира Христос». Теперь они видят, что он не просто пророк, не просто учитель рави, а он спаситель мира, спаситель всего человечества, как сказано, что Христос пришел спасти и желает спасения всем человекам, и умер за всех, и за весь мир. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый, то есть дабы каждый верующий в нее не погиб, но имел жизнь вечную. Видим, что здесь говорится о том, что мы уже не по твоим речам веруем, то есть здесь миссионер, в данном случае женщина-миссионер, она выполнила свою роль, и теперь они уже привела их ко Христу. Это очень важное замечание, потому как миссионер, это как некий такой, есть такой интересный прообраз, как акушерка. Миссионер принимает как бы роды и передает более опытным людям, имеется в виду в духовном смысле, и передает люди более опытным духовникам для дальнейшего воспитания. Потом, также здесь мы видим, что говорит, не по твоим речам веруем, но сами уже услышали. Это еще одно такое хорошее предостережение, чтобы миссионер не прилеплять слишком людей к себе, и не зацикливать их на себе, на своем образе, на своей жизни, и вообще как на себе, как на личности, а все-таки стараться направить их, чтобы они во всем этом увидели, во всем, что им было сказано именно Христа, и были с Богом в его церкви, устроены здесь на земле. Далее мы видим, сказано, по прошествии же двух дней, он вышел оттуда и пошел в Галилею, «Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем Отечестве». Но это действительно так. О том, что пророк не имеет чести в своем Отечестве, мы это знаем из своей личной жизни. Когда мы стараемся своим родственникам, родным и близким, что-то рассказать о Христе, часто мы встречаем от них неприятие. Но это бывает в большей степени по той причине, что они знают наш образ жизни. Потому, как сказано в «Письмо Христово», у нас образ жизни не всегда соответствует тем словам, которые мы им проповедуем, поэтому часто не принимают наши близкие того, что мы им говорим. И в этом смысле нам с вами, как христианам, совет такой – исправлять свою жизнь, а лучше и стараться проповедовать не только словом, но и образом жизни. И далее мы видим, когда он пришел в Галилею, то гагалилеяне приняли его, видев его, что он сделал в Юрусалиме в праздник, ибо они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Канну Галилейскую, где потворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он услышал, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему, вы не уверываете, если не увидите знамени и чудес. Царедворец говорит ему, Господи, приди ко мне, приди, пока не умер сын мой. Иисус говорит ему, пойди, сын твой здоров. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел на дороге. Встретили его слуги его и сказали, сын твой здоров. Он спросил у них, в котором часу стало им легче? Ему сказали, вчера в седьмом часу горячка оставила его. Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, сын твой здоров. И уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо, которое створил Иисус, возвращаясь из Иудеи в Галилею. Здесь, видим, тоже уверовали люди, но лично они не видели даже Христа. Они увидели по вере уже этого царедворца, который пришел, у него был исцелен сын. Он его просит войти в его дом, но Иисус не идет. Некоторые говорят, не тот ли это сотник, о котором говорится, что он тоже просил за своего слугу. Нет. Многие экзегеты говорят о том, что не совсем так, это другое чудо, это другое совсем событие. Здесь говорится о том, что он именно просит войти, а сотник говорил, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь дома моего. Там сотник говорит о том, что слуга мой болеет, а здесь царедворец говорит о том, что сын мой болен. И мы видим, что это другое совсем событие, отличное от того, оно похожее, но другое. И далее видим, что здесь, если самаряне уверовали, потому что видели самого Христа, то здесь царедворец уверовал, потому как был исцелен его сын. И сказано, уверовал он и весь дом его. То есть, Христос сотворил это чудо, не ради чуда, а для того, чтобы привести людей к спасению. Как и, например, мы с вами знаем историю о женщине, которая была кровоточивой 12 лет. Христос ей говорит, иди, не просто ты исцелилась, я сотворил чудо над тобой, а иди, вера твоя спасла тебя. Вот такие два интереснейших события раскрывают перед нами четвертая глава Евангелия от Иоанна, где мы видим и в том, в другом месте, что Христос ищет только одного, это спасение души человека.